Субтитры создавал DimaTorzok Гавархангапапрабу отправился в Индию к Шачанадаме Махараджу, чтобы вместе с ним провести, ну как бы поучаствовать в парикраме или в тренинге по святому имени. А мы команда помощников постараемся вот эту неделю, начиная с сегодняшнего дня, поддержать то пространство, которое так милостиво создал Гавархангапапрабу. Прошу прощения за мое и наше несовершенство, если где-то что-то пойдет, как сказать, не так, как это обычно. Мы постараемся приложить все усилия, и только с вашей помощью, и только по вашей милости. Я надеюсь, что у нас сегодня раскроется знание наших учителей. Давайте произнесем вступительные молитвы. ОМ НАМО БАГАВАТЕ ВАСУДЕВАЯ ОМ НАМО БАГАВАТЕ ВАСУДЕВАЯ ОМ НАМО БАГАВАТЕ ВАСУДЕВАЯ НАМАУМ ВИЩНУ ПАДАЙЯ КРИШНА ПРИШSDHAЯ ПУТАЛЕН ШРИМАТИ БОКТИ ВИДАНТА СВАМИ ТИ НА МİНЕ Намасте Sóрасвати Дэве ГАУРАВАНИ ПРАЧАРИНЕ НИРВИШЕША ШУНЬЯ ВАДИ ПАШЧАТЬЯ ДЭША ТАРИНЫ ДжАЙ ШРИ КРИШНА ЧАЙТАНЬЯ ПРАБУНИТЯ НАНДА ШРИ АДВАЙДА ГАДАТХАРА ШРИ ВАСАДИ ГОРА БАКТА ВИНДА ХАРЕ КРИШНА ХАРЕ КРИШНА 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 ХАРЕ 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 РАМА ХАРЕ 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 ХА Соскучился, как Гавахан Гапапапрабу в самом начале наших чтений нараспев читал эти мантры и сам, вспоминая об этом, стараясь тоже всегда пропевать. Гавахан Гапапапрабу наш поэт, и поэтому понимаю, что читать речитативно для него это тоже особый вкус, его в этом поддерживаем. Дорогие, пожалуйста, напомните, в каком месте мы находимся. Я помню, что у нас сегодня на очереди 19 стих, но, может быть, кто-то хотел бы немножко рассказать о том, что происходило в предыдущих стихах, потому что сейчас будут некие резюмирующие тексты. Я очень вас прошу включать камеры и сегодня включаться в обсуждение, потому что будет много вопросов, и я очень хочу, чтобы мы раскрыли сегодняшний стих вместе с вами. Итак, кто бы хотел буквально в двух словах сказать о том, что сейчас происходит в Шримобагово, там где мы находимся. Гавагаш, спасибо большое. Вам слово. Харе Кришна, мои поклоны. Спасибо большое, Илья, за такое гармоничное начало, видение, так настроились сразу. Но мы сейчас проходим 18 текст, и мы на то вообще в целом это такой момент, когда Махач Парик полностью предается Богу, и он соблюл все благоприятные условия для того, чтобы полностью предаться. И то, что он сейчас принял решение поститься до прихода смерти, это вызвало ликование полубогов. И в прошлый раз вчера Гавархангопал сделал такой акцент, и мы почувствовали, я почувствовала такую личную связь с полубогами, что они радуются за каждого из нас. И было очень важно такое наставление Гавархангопала о том, чтобы мы радовались друг другу, радовались преданным, ценили, если даже полубоги ценят преданных, то нам сам Бог велел ценить друг друга. Харе Кришна. Харе Кришна, спасибо большое, да, спасибо. Дорогие, мы еще вернемся к предыдущим стихам, потому что сегодняшний он такой немножко резюмирующий, и у меня будут к вам вопросы. Я, кстати, вчера не смог присутствовать в онлайне, был на инициации, учитывая, вчера не на инициации, а фотографировал инициирующихся и слушал по ютубу в полуха. Так что, если вы мне поможете, вот именно с тем, что действительно будет сегодня резюмироваться, то, в смысле, как стих этот будет подводить, обобщать, да, я буду очень вам признателен. Ну, давайте прочитаем сам стих. Итак, я напоминаю, что мы читаем девятнадцатую главу первой песни Шримад Багава, там глава называется «Появление Шукадевы Госвами», и сегодня у нас на очереди девятнадцатый стих. Еще раз прошу прощения за мое несовершенство, потому что прочитать такой длинный, как сказать, не стих, а длинный размер стиха – это такая серьезная задача. Давайте попробуем это сделать вместе. Продолжение следует... Гу-нап-хи-ру-пам. Гу-нап-хи-ру-пам. И я еще хочу сказать, что в древности, когда читались священные писания, всегда был чтец, и были мудрецы, которые, ну, как это один куратор, да, постоянно, он находился рядом, и если вдруг что-то произносилось неправильно, неправильное ударение, неправильный какой-то распев, то он тут же поправлял. И потому что все-таки для того, чтобы эти мантры, эти шлоки заработали, они должны быть абсолютно точно произведены. Я абсолютно точно понимаю, что, ну, как бы нам в нашей Веркале очень тяжело вообще восстановить эту культуру, но давайте будем пытаться ей придерживаться. Итак, перевод о его божественной милости Шрива Прохупады, Шрива Прохупада Ки-Иджай. Все великие мудрецы, собравшиеся там, восторженно приняли решение Махараджи Парикшита и выразили свое одобрение словами «Очень хорошо!» Мудрецы по своей природе склонны делать добро простым людям, поскольку обладают теми же силами, что и Верховный Господь. Поэтому им доставляло огромное удовольствие видеть Махараджу Парикшита, преданного Господа, и они сказали ему следующее. Великолепный стих, он нам оставляет некую интригу, поскольку у нас сейчас будут выходные, и мы узнаем, что же они сказали только в понедельник. Но давайте попробуем разобраться с этим стихом, потому что здесь есть несколько моментов, на которые я хочу, чтобы мы вместе обратили внимание и вместе разобрались. И вот мой вопрос, дорогие к вам. Мудрецы сказали очень хорошо, они выразили так свое одобрение. В предыдущих стихах, я вам помогу, начиная с 13-го, когда начинает говорить Махараджа Парикшит, он сказал несколько вещей. Я бы хотел, чтобы мы по очереди, если есть такая у вас возможность, каждый сказал примерно одну вещь, на которую ссылаются мудрецы вот этими словами очень хорошо. Потому что Парикшит сказал очень многие вещи, и они разные. И я поэтому хотел бы, чтобы мы вместе с вами попытались восстановить. Если вдруг руки уже закончатся, но это что-то будет недоговоренное, я тоже могу немножко раскрыть. Но я бы хотел, чтобы мы это сделали вместе с вами. Итак, мой вопрос. Мудрецы сказали очень хорошо, отзываясь на слова Парикшита. Там у нас предшествовали стихи, где была прямая речь Махараджа Парикшита, и были комментарии Шрифа Пархупады. Вот я хотел бы, чтобы обратились и обратили внимание именно на прямую речь Махараджа Парикшита. И сказали, как вы чувствуете, на что отозвались мудрецы. Поднимайте руки, пожалуйста, дорогие. Вспоминайте. Там все, в общем-то, очевидно. Даша, вам слово. Вы первая. Харикриш, спасибо. Харикриш, ну доброе утро. Примите мои поклоны, пожалуйста. Даша, у меня звук не включился. Я не знаю, вот у вас показывается, что микрофон включился. Может быть, это у меня? Конечно, Даша. Даша, говорите, пожалуйста. Слышно, да? Вам не слышно, видимо. Ну ладно. Даша, слышно. Одно из первых, что мне запомнилось, это то, что Махараджа Парикшит поместил в отпускные остопы Господа, очистив сердце от всего остального. То есть от долга, который до этого всю жизнь его сопровождал, от семейных привязанностей. Вот. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, что оставляете возможность для других раскрыть другие аспекты, потому что их там действительно было много. Извиняюсь, просто сам, ну как бы у меня техническая проблема. Кстати, хотел предупредить, перед тем, как я Матхура Гите передам слово, у нас в Казахстане действительно серьезные проблемы с интернетом. Хоть у меня провод до самого дома, просто он иногда просто падает на минуту-две. Сегодня такое уже было. И я поэтому Елену Цакирову попрошу, если вдруг придется, чтобы вы чуть-чуть продолжили, пока я не вернусь, Харе Кришна. Матхура Гита, вам слово, пожалуйста. Харе Кришна, дорогие, преданные, примите мои поклоны. Махараджа Парикшит говорил, что он собирается поститься и бодрствовать. Вот два этих момента пока отмечу, что очень благоприятно, потому что когда мы спим и едим, мы можем быть в гуне невежества. Харе Кришна, спасибо большое, Матхура Гита, что указали это. Я просто хотел бы добавить буквально, что он не только планировал поститься и бодрствовать, он планировал поститься и бодрствовать до самой смерти. То есть он вообще не хотел это прекращать. Харе Кришна, Ирина, вам слово. Харе Кришна, мои поклоны, пожалуйста. Илья, спасибо вам за такой чудесный класс. Вы всегда очень позитивно ведете нас. Я хочу отметить, что Махараджа Парикшит был очень признателен мудрецам, поскольку само их присутствие, таких великих мудрецов, делало пространство уже благоприятным. И он вспомнил о том, что они с большим потенем относились к его предкам, к пандавам. Это очень важно. Его принадлежность к великому роду. Харе Кришна. Спасибо огромное, Харе Кришна. Спасибо, Ирина. Я хотел попросить, я смотрю очень много рук, и я подозреваю, что так много вообще Махараджа Парикшит не сказал. Поэтому, дорогие, давайте будем, чтобы нам продвинуться дальше. Если вдруг уже то, что вы планировали сказать, уже будет сказано, давайте, пожалуйста, опустите руки. Но сегодня еще будут у вас моменты выступить. Харе Кришна, надежда вам словом. Харе Кришна, дорогие преданные, примите мои поклоны, пожалуйста. Спасибо, Ирина, вам большое за настройку. В общем, он еще говорил, что Верховный Господь так милостиво одолел меня в форме проклятия, и вот это вот его настроение благодарности. Харе Кришна. Харе Кришна, спасибо огромное. Кандар Пасумнари, вам слово. Ой, Харе Кришна, чуть-чуть это технические проблемы. Мои поклоны примите, пожалуйста. Да, еще Махараджа Парикшит говорил, что если ему будет суждено родиться опять в материальном мире, то он хотел бы быть безраздельно привязанным к безупречному Господу Кришне, общению с его преднами и находиться в дружеских отношениях со всеми живыми существами. Харе Кришна, очень важные слова. Кстати, мне они лично больше всех отзываются. Знаете почему? Потому что, ну как сказать, они для меня являются неким прямым наставлением от Махараджи Парикшита. Ну то есть и остальные вещи, как бы у меня могут, ну в смысле наверняка абсолютно другие, ну не то чтобы абсолютно, но просто совсем другие условия. Но вот именно планировать, если вдруг вернешься на землю, общаться с преданными, исполнять преданное служение и посвящать себя святому имени, вот это для меня очень-очень важное наставление. Харе Кришна. Да, у меня тоже, так что... Мы совпали. Харе Кришна. Харе Кришна, я бы отметила то, что Махараджи Парикши создал все благоприятные условия, то есть он исполнил свой долг и как отца, и как царя, и полностью. И вот эти материальные какие-то условия по васту, в общем он не просто так покинул, надал дань уважения и материальной, и духовной энергии, скажем так. Спасибо большое. Карагаш, вы прямо сейчас абсолютно расширили наше понимание того, что сейчас происходит, потому что я когда читал, ну вот перевод Шривы Прахупады, слова очень хорошо, я абсолютно точно был уверен, что это относится к тому, что сказал Махарадж Парикши. Вы сейчас сказали, что это было также отнесено к тому, что он сделал, то есть как бы что он, ну как бы занял правильную позицию и так далее, ну как бы вышел на берег реки святой, и вот это все. Спасибо огромное, что так расширили Харе Кришна. Константин, вам слово. Харе Кришна, мои поклоны, дорогие преданные, Илья Прабу, мои поклоны. Ну очень интересно, Махарадж Парикшид, он как истинный преданный видит в Господе причину всех причин и совершает покаяние, он кается, то что он был слишком привязан к своей семье и видит руку Господа в этом проклятии, осознает, что это помогает ему освободиться от этой привязанности и за это благодарит Господа, осознает вот это действие. Харе Кришна, благодарю. Харе Кришна, спасибо большое, спасибо, кстати, дорогие, что оставили мне немножко места. А вот сейчас там Антады Матаджи сейчас все закроют как раз эти вопросы. Пожалуйста, вам слово. Харе Кришна, было очень много все правильно сказано, но самое главное, это в 15 стихе Махараджа Парикшид сказал, вот я прям коротко про, о, Брахманы, считайте меня полностью предавшейся душой. И вот это самое главное. И дальше, когда мы уже говорили о том, что мудрецы в восторге приняли его, осыпали там его цветами, что я думаю, что вот это самое главное, что он полностью предался Кришне. Спасибо. Да, спасибо, что подытоживаете, да, это важный момент. И именно об этом я тоже хотел добавить, что действительно вот в 15 стихе он сказал, считайте меня полностью предавшейся душой. И он подчеркнул, что именно, как сказать, вот летучий змей, или вообще неважно, что там произойдет, по этому проклятию я все это принимаю как милость Господа. И эта милость Господа для меня в том, что я привязанный к этому материальному миру, он прямо об этом говорит, да, привязанный к своей семье, к своему царствованию, к своему царству, да, я теперь могу от всего этого так легко освободиться. Вот это очень важный момент, и такие мудрецы очень хорошо. Ну, вот так я это услышал. Карагаш, еще что-то хотите добавить? Да, Харе Кришна, спасибо большое. Я просто, простите за мою колеюжную память, но сказали ли, что еще единственное, что он хотел, это пожелать, чтобы все продолжали воспевать святые имена. Это было сказано? Да, это не было сказано, и это невероятно важный момент, что когда он сказал, как бы быстро я не ушел, даже сейчас, если я покину это тело, вы продолжаете без меня воспевать святые имена, Харе Кришна. И тоже очень хорошо. Ну, то есть вообще, дорогие, спасибо огромное, что все это восстановили, потому что мы по факту обратили внимание на то, что говорил Махарад Парикшит, и то, что вот это очень хорошо относилось практически, ну, мы можем отнести, и мы так понимаем, что это все, он получил благословение от старших. Тут еще вопрос в чате, если кто-то вот не может голосом, пишите, пожалуйста, потому что я пытаюсь откликаться. Вы абсолютно правы, в Шримад Багава там не было ни в одном чтении, никогда Сута Госвами рассказывал, как сейчас мы это слушаем, мы сейчас эти слушаем, как Сута Госвами пересказывает историю о том, как Шукадев Госвами в свое время пришел, вот, к Махараджу Парикшиту, да, не тогда, когда Шукадев Госвами говорил, что второго куратора не было. И да, действительно, это кураторы были, когда происходили большие жертвоприношения, да, и это, ну, как бы к другому относится. Я об этом знаю не из книг Шрифа Прахупады, к сожалению, а из-за слов Чтанчанчарам Прабу недавно в своих лекциях упоминал, как важно действительно абсолютно точно произносить все шлоки. Дорогие, давайте еще посмотрим здесь в стихе, мне показался очень интересный один оборот, да, вот посмотрите, я бы хотел, чтобы вы также попробовали найти на него ответ, ну, в смысле, чтобы вы нашли ответ на этот вопрос. Посмотрите, здесь говорится о мудрецах, которые по природе склонны делать добро простым людям, говорится о простых людях. А в то время, на самом деле, да, фактически они общаются, ну, в смысле, они разговаривают и дают одобрение. Махараджу Парикшиту, который, в принципе, простым человеком не является, ну, по крайней мере, для нас, для всех. В нескольких смыслах. В смысле, что он преданный, в смысле, что он царь, да, то есть он, я так понимаю, властитель всего мира. И у меня вопрос, а как вы думаете, почему здесь вот это вот некое несоответствие? Как вы думаете, почему в самом стихе говорится о мудрецах, которые склонны делать добро простым людям, и, в принципе, у нас совсем непростой человек. Если у вас ответ на этот вопрос, поднимайте руку, пожалуйста. Карвагаш, Харе Кришна. Харе Кришна, спасибо большое за такой вопрос, трансцендентное, что, где, когда. Но я посмотрела на вот в санскрите, тут написано «делащий добро живым существам», да, а здесь ведется простым людям, но здесь я вижу еще такое, как бы, как, что Шрила Прабхупада делает эту связь с нами в современном мире, что мы простые люди, но тоже мудрецы склонны и нам делать добро, то есть чтобы мы видели связь свою живую, личную, со Шримин Бхагаватом. Харе Кришне. Спасибо огромное, я услышал, я согласен с вами, что вот эта версия вполне может быть, что Шрила Прабхупада специально приближает к нам Шримин Бхагаватом и таким образом сейчас эти слова, ну, как сказать, относятся непосредственно к нам. Именно такой перевод, он же именно перевел живые существа, как простым людям, чтобы мы, простые люди, воспринимали это как послание непосредственно себе. Есть ли какое-то другое дополнение по этому моменту, пожалуйста, я передам вам слово, если то же самое, то прошу опустить руку, Андрей, вам слово, Харе Кришне. Харе Кришне, спасибо за вопрос. Но мне почему-то пришло, может, он имел в виду все-таки людей без двойного дна, которые, ну, то есть он и раньше говорил, помню, что духовная практика проста для простых и сложна для сложных. То есть когда человек не лицемерит, не пытается кого-то обмануть, тогда, может быть, ну, мудрецы к нему благосклонны в итоге. Спасибо. Спасибо большое. Я услышал, что таким нехитрованным таким это обращается, да, и Махараджа Париджи не был таким хитрованным, он был простым, ну, в смысле простым, скажем, в общении, простым по самой сути, исполнял свой долг, то есть не таким, как сказать, вот в этом смысле. Окей, принимаю. Елена, вам слово. Харе Кришна, примите мои искренние поклоны, вся слава Шриле Пракхупаде. Ну, вот мне кажется, мое предположение таково, что объединяет простых людей и Махараджа Парикши, это, как вы сказали, ну, что он такая возвышенная личность, что он властелин мира. Возможно, может быть, то, что они чистые и преданные, именно вот как преданность, чистота вот этого, и вот именно вот это их объединяет. Харе Кришна. Харе Кришна, принято. Спасибо большое. Константин, вам слово. Харе Кришна. Ну, мысли такие, что мудрецы пришли отдать дань, отдать почтение Раджа Риши, Махараджа Парикшуту, то есть великому святому царю. То есть это признак Вайшнавы, Вайшнав не думает о себе, он прежде всего заботится об окружающих. И Махараджа Парикшут был именно таким. Поэтому мудрецы, они заботились о простых людях и точно так же видели это качество Махараджа Парикшута и пришли отдать ему должное. Вот такие мысли Харе Кришна. Харе Кришна, спасибо огромное. Вы знаете, дорогие, вот вы когда рассказывали все это, абсолютно тут точные, ну, как бы это все ответы в копилку, мне вот пришло такое видение. На самом деле говорится о, как бы, мне кажется, что здесь Шрива Прахупада хочет подчеркнуть нам важность браманической культуры, что все-таки браманы, которые, ну, как бы являются, ну, не то чтобы высшей кастой, но именно той кастой, откуда идет непосредственно знание к людям, которые действительно следят за всеми, как бы, сферами жизни в обществе, во всех кастах других, они как раз здесь несколько превозносятся. И как бы получается, есть такая диалектическая пара, то есть есть мудрецы и есть простые люди. И вот это явно в переводе это показывается. С другой стороны, когда я это, как бы, читаю, для меня это, ну, как это называется, ну, такой некий вызов, да, типа того, что мы же читаем, когда изучаем Варнашу Матхарму по, скажем так, лекциям наших учителей, мы понимаем, что вот любой человек, пройдя там определенный кармический путь, там, скажем, в каждом новом жизненном цикле может, как бы, повышать свою варму, да, правильно же говорю. И таким образом постепенно, как бы, приближаться. И вроде бы, ну, получается, здесь такое, как бы, противопоставление, что вот есть такие личности, а есть другие. Но на самом деле я представил себе ситуацию, вот похожую ситуацию, как будто бы она произошла прямо сейчас. Представьте себе такую ситуацию, что, допустим, руководитель какой-либо страны, неважно какой, да, вот он оказался в такой ситуации, и к нему приходят все мудрецы. Ведь тогда мудрецы практически, они очень долго жили, они все жили, все были, ну, как сказать, в одном времени, все были собраны в одно время, они смогли прийти все. И не зря как раз про них, про всех, вот здесь в начале этой главы говорилось, да, и все они причиняются. Представьте себе такую ситуацию, что любой правитель, неважно какой там страны, и неважно какой великий, и вот он встречается, и к нему приходят, допустим, ну, представимся, Платон, Сократ, Лермонтов, приходят Нинши, приходят Эйнштейн, и, ну, все вот приходят, да, и начинают с ним, как бы приходят на его даршан, в смысле, чтобы вместе с ним, ну, как бы провести вот эти последние дни. И я абсолютно четко понимаю теперь, вот как бы именно благодаря переводу, этому переводу Шривы Прахупады, насколько действительно велика вот ценность вот этой брамонической культуры, и какую мы должны оказывать, какое мы должны оказывать почтение и уважение ко всем, кто, ну, как сказать, находится, находится непосредственно в этой варьбе, да. Спасибо, дорогие, что мы вот это раскрыли. Давайте почитаем комментарий Шривы Прахупады, и по нему у нас тоже наверняка будут какие-то вопросы. Я прочитаю его полностью, а потом мы с вами обсудим. Если у вас какие-то возникнут мысли, добавления вопроса у самих, пожалуйста, после того, как мы прочтем комментарий, прошу поднимать руку. Так, комментарий о божественной милости к Бхактигданте Шривы Прахупады. Естественная красота живого существа возрастает, когда оно поднимается на ступень преданного служения. Привязанность к Господу Кришне полностью захватила Махараджа Парикшита. Видя это, собравшиеся мудрецы были очень довольны и выражали свое одобрение словами очень хорошо. Такие мудрецы по природе склонны делать добро обыкновенному человеку, а когда они видят, как человек, подобный Махараджи Парикшиту, прогрессирует в преданном служении, и их радости нет границ, и они благословят его всем, что в их силах. Преданное служение Господу настолько благоприятно, что преданный удовлетворяет всех полубогов и мудрецов вплоть до самого Господа, и все для него становится благоприятным. Все неблагоприятное устраняется с пути прогрессирующего преданного. Встретить великих мудрецов в час смерти, несомненно, было благом для Махараджи Парикшита, и поэтому так называемое проклятие Брамана обвернулось для него благословением. Дорогие, если у вас какие-то есть мысли, идеи относительно этого стиха, относительно, точнее, комментарии Шрифа Пархупады, пожалуйста, я просто хотел отметить, что Шрифа Пархупада сам тоже делает акценты на словах очень хорошо, и он это относит непосредственно к тому, что Махараджи Парикши овладела привязанность к Господу Кришне, что, говоря о том, что он собирается покинуть этот мир, он уходит в Духовное Царство, возвращается к Верховной Личности Бога, и вот именно это отобряют непосредственно мудрецы. Константин, кстати, мне откликнулись ваши слова относительно того, что здесь говорится про мудрецов, но на самом деле мы все понимаем, что они являются сами очень возвышенными, великими преданными, и на самом деле, когда они видят, что человек, скажем, не принадлежащий к руманической культуре, себя олицетворяет с преданностью, ну, в смысле, не олицетворяет, а скажем так, что он предается, что для них это тоже вот очень такой приятный момент, именно об этом говорит здесь Шрифа Пархупада. Я вижу поднятые руки у Карл Гаши Рине и Ирины, я сейчас вам дам слово. Единственное, что я хотел бы буквально в двух словах сказать про мудрецов. Дело в том, что вчера, вот когда я уже был, я понимал, что в течение дня я буду в Ашире, я учтаю Чанччанччана Прабу, пришла информация, что нужно проводить сегодняшний Шримак Багавата. Это был непростой для меня вызов в том плане, что обычно я готовлю, серьезно стараюсь послушать лекции разных учителей. Я только успел послушать половину лекций Я обязательно вам выложу ее именно по этому стиху. Это для нас невероятная милость, что есть аудиолекция, записанная в 2002 году. Представляете, как давно? И я испытал невероятное наслаждение тому, как Гуру Махарадж прекрасно раскрывает этот стих, потому что он рассказал о множестве вещей. И для меня это невероятный урок, как можно просто комментируя стих Шримадбхага, комментируя комментарии Шримадбхага, раскрыть так многое. И единственное, что я успел ухватить, так это то, как важны для нас мудрецы, а именно возвышенные люди, возвышенные преданные, чистые преданные нашей жизни. Поскольку у нас очень часто возникают ситуации, достаточно такие сложные, вызывающие, беспокоящие нас. И когда мы обращаемся к нашим учителям, когда мы задаем им вопросы, когда мы слушаем их лекции, когда мы просто соприкасаемся, даже просто вот видя их образ, у нас все наши беспокойства рассеиваются. И это для нас невероятно милость, что есть такая возможность. Вот это хотел добавить. Карл Гаш, вам слово Харе Кришна. Карл Гаш, похоже, у вас завис интернет, нет? Все нормально? Нет, спасибо, я просто не услышала опять второй раз свое имя. Что-то повторяется. Спасибо большое, Илья, вы прекрасно подготовились, вас просто очень шикарно ведете. Вы знаете, я хочу сказать, что у меня, когда комментарий начался со слов «естественная красота живого существа возрастает», я немножко как-то растерялась. Я думаю, при чем тут естественная красота? И то, что тут мы изучаем, что мудрецы в восторге от преданности, я думаю, при чем тут красота? То есть у меня красота сразу ассоциация просто с каким-то внешним видом, что он внешне стал красивый. И только когда мы уже прочитали весь комментарий, я немножко все переварила, я поняла, что естественная красота живого существа, она как раз-таки в преданном служении. Вот это вот, оно и раскроет всю красоту во всех ее гранях. Это было для меня удивительно, такое открытие. И если можно второй момент или кому-то другому передать слово? Нет-нет, можно озвучить. Я думаю, что дальше он раскроет. Спасибо большое. Говорите. Да. И второй момент, это вот по поводу того, что вот это опять же связь, которую мы видели в прошлый раз, связь нас с полубогами, с мудрецами. Здесь раскрыто, что когда мы удовлетворяем полубогов и мудрецов, это удовлетворяет Господа. Ну вот я это так поняла. И все становится благоприятным. Вот эту связь еще раз по себе подчеркну. Спасибо большое. Спасибо большое, Кавыргаш. Я хотел еще только один момент ответить, что на самом деле, безусловно, естественная красота проявляется в преданном служении. Но также хочу сказать, что, безусловно, когда мы видим человека, преданного Господу, мы смотрим на него уже не просто своими глазами, а нам сама параматма подсказывает, поскольку она связана с его параматмой, да, поскольку в нашем, в его и в моем сердце находится один и тот же Господь, что мы его видим абсолютно по-другому. И, безусловно, что когда человек еще находится, ну, как сказать, пока он еще не знает, что он преданный Господу, да, то эта связь, как бы, она не происходит на уровне сердец. И каким бы красивым там человек не был или каким бы ужасным, да, то есть это, в принципе, ну, абсолютно как бы, ну, зрительное восприятие. А вот восприятие на уровне души как раз и происходит, ну, скажем так, красота для нас, этого человека, она выглядит совсем по-другому. Спасибо за то, что это отметили. Ирина Кришна, Ирина, вам слово. Спасибо за слово. А мне откликнулась самая последняя фраза. Вот такие слова. И потому так называемое проклятие Симон Прахман обернулось для него благословением. То есть, когда чистый преданный возвышается и проявляется его естественная красота, совсем по-другому, да, и он видит замысел Господа, то есть распознает, что это урок, а никакое не проклятие, то и вот это и так называемое проклятие, оно уже не проклятие, а это милость, которая вот и позволяет подняться на другой уровень, то есть течет очищение сознания. Вот в этом суть наших уроков жизненных. Поэтому те, кто и, как говорится, хочу еще добавить, вот Гарбагаш говорил о том, что наружное, но, как правило, все идет изнутри. И если человек просветляется внутри, то он и наружу меняется тоже. Али Кришна. Али Кришна, спасибо большое. Вы знаете, мне тоже вот этот последний, понятно, последний в предложениях в любом комментарии Шрепа Хупада, они всегда вот такие резюмирующие, очень сильные. Но для меня сейчас это раскрылось еще особенным образом, что я понял, что если до этого благословением, ну, как сказать, это проклятие было с той точки зрения, что Парикшит смог оторваться от непосредственно своих житейских дел, да, от, ну, как бы, своих привязанностей, то сейчас я понимаю, что это же для него тоже благословение, что он встретил этих великих мудрецов, что столько бы встретился с величайшими преданными. Вот такие вот получаются благословения и на, как бы, правильный уход, и на то, чтобы еще перед смертью встретиться вот с этими величайшими преданными. Харе Кришна, Константин, у нас слово. Харе Кришна. Илья Прабу, хочу отметить, кстати, вот действительно ваша способность пробуждать атмосферу пытливости. Это действительно в этом проявляется Господь однозначно. Хочу тоже откликнуться на комментарий Крылы Гаши и Ирины. Действительно, вот Гаврсен Гапал Прабу, как-то мы обсуждали то, что действительно, если преданный погружается в служение, то раскрывается его естественная красота. И это действительно видно не только по внутреннему его миру, и внешне он становится более светлым, как будто разглаживается на его внешний облик. И еще хочу отметить, вот действительно тут написано, преданное служение Господу настолько благоприятно, что преданный удовлетворяет всех полубогов и мудрецов, вплоть до самого Господа. И мы тоже обсуждали на прошлом классе, что природа реагирует на преданное служение, реагирует на наши взаимоотношения с Господом. И отмечали, что вот если мы будем более внимательны к природе, более чуткими, то обратим внимание на этот отклик, и он нас действительно вдохновляет на дальнейшее преданное служение. Вот это хотел отметить Харе Кришна. Да, Харе Кришна, спасибо большое. Я вот еще свежего опыта тоже хочу сказать, что вот преданные на вчерашние инициации, ну вот так скажу такое слово, свежеиспеченные преданные, они были невероятно красивы, просто все невероятные. Некоторых людей, с которыми мы как бы регулярно до этого общались, и, как сказать, ну, даже простой такой пример, староста моей группы ВПДТ, она сидела в одном ряду на инициации, и я ее просто не узнал, просто не узнал, представляете? И таких людей было несколько, да, что действительно, когда человек предается, это вообще, в принципе, внешне его меняет облик. И, знаете, для меня это серьезный вызов, потому что сейчас, когда я сижу, разбираю фотографии, ну, буквально вот еще, ну, достаточно много материала, получилось порядка двух с половиной тысяч фотографий, и я смотрю, что на самом деле, что камера не может, к сожалению, передать вот это вот их свечение. Ну, то есть я сделал все, чтобы они были красивыми, но я понимаю, что это все-таки действительно идет на уровне сердца, на уровне вот нашей связи, да, и это люди, действительно, они по-другому светятся. Буквально, даже вот вчера мы обратили внимание с оператором, Диви Шакти Прабу сейчас ведет трансляции из Гуру Ашрама, московский преданно, он делает самые красивые трансляции вообще, вот все, что я видел в Исконе, и на самом деле мы обратили внимание, как от Гуру Дева идет некое сияние, которое просто не улавливается матрицей его, как бы, камеры, что там, в смысле, есть такие даже некие помехи, представляете. Вот когда на педагогических чтениях мы в, как это называется, в эти выходные Гуру Махараш выступал, Чтанчанчарам Прабу, и мой ученик с подросткового клуба сфотографировал его на смартфон. Когда мы вместе посмотрели эту фотографию, вокруг Гуру Дева было вообще некое сияние, такое ощущение, как будто бы, знаете, как НЛО, то есть как будто бы такой свет вот прям источался. То есть на самом деле я просто к тому, что вот эти слова в стихе, да, что-то о естественной красоте. Естественная красота для меня в этом смысле, но это то, что мы можем воспринять своими глазами, своими чувствами, да, что это действительно то, что очень сильно усиливается благодаря преданию человека. Ари Кришна, Андрей, вам слово. Спасибо за вопрос. Очень тоже откликнулось. Мне почему-то больше всего, кажется, тут еще момент тот, что Рикшит отдает все, что он имел, и то, к чему был привязан, и это очень ценится. Мне сейчас вспомнилось, сейчас вот смотрел одну лекцию Сагара Махараджа про артха форум. Там преданный ученик Ратханадхи Свами, он был миллионером, то есть он устроил фирму где-то в Америке, айтишную, и она подымалась очень сильно. То есть я Ратханадхи Свами приехал к нему и сказал, давай продавай ее, потому что я вижу, что ты напрягаешься, с преданными не общаешься, то есть у тебя преданное служение страдает, давай продавай, езжь к нам. И ему было очень сложно это продать, потому что он продал за 89 миллионов долларов, а потом через некоторое время эта фирма стала стоить миллиарды. И он приехал и стал там жить, там у него 30 миллионов было, он думал, ладно, буду жить как нормальный человек, не буду там бизнесом заниматься. И потом другой Махарадж пришел к нему и говорит, давай-ка ты бизнесом занимайся, преданным нужны деньги и так далее. И у него вторая ломка, то есть он понимает, что он уже это не переживет, и он опять начинает бизнесом заниматься, и опять деньги начинают ему идти, и он начинает это вкладывать, половину своих доходов он начинает тратить на преданных, на преданное служение. То есть в этом вот, ну как бы мне очень, почему-то откликнулась, да, вот эта вспомнилась история, потому что неважно, то есть ты можешь так же отдать, ну ты был привязан и отдал это преданное служение, и так же ты мог ничего не делать толком, и тебе Махарадж мог сказать, давай-ка иди зарабатывай, и ты мог пилиарды зарабатывать, и это тоже преданное служение, потому что ты, ну и занимаешься вот этим вот как бы не сам, а именно для Господа. То есть вот почему-то вот это вот мне откликнулось. Спасибо. Извините, если долго. Мне хорошо, очень прекрасно, Андрей, вы пока рассказывали эту великолепную историю, я увидел еще один прекрасный вопрос, который содержится в комментариях Шива Пахупа, ну в смысле еще одну тему для обсуждения. И я хотел бы единственное, что добавить, что вот эту лекцию монтировал я, и мне тоже поразила эта история. Сейчас мы, кстати, для Сагара Махараджи делаем очень большое служение, фактически все его лекции нарезаются, вопросы-ответы на микроцитаты, и мы создаем очень большой как бы архив, фактически ответы на все духовные вопросы, чего вообще у нас нет ни для одного учителя, чтобы было прям вот как бы там по алфавиту все ответы. И, кстати, я хотел извиниться, что я не успел немножко подготовиться, дослушать лекцию Чтанчанчарам Прабу только по одной простой причине, потому что с утра, ну как бы я вчера приехал, тут же началась лекция Чтанчанчарам Прабу вечерняя, Киртан, думаю, ну утром посмотрю. Утром, значит, включаю, тут новая лекция Чтанчанчарам Прабу, то есть начать же, и я просто поражаюсь, как мой духовный учитель, насколько действительно он включен, и как он служит, но просто оторваться от того, что прямо сейчас в эфире происходит, невозможно, потому что идет такая энергетика. Кстати, я хочу сказать, дорогие, что у нас есть канал Гуру ТВ, где выкладываются вот эти все свежие анонсы, и даже иногда приглашение на личное общение. В частности, личное общение вы могли бы получить с Адху Махараджам, с Агаром Махараджам на этой неделе, то есть вот приглашение непосредственно на эти эфиры. Вот на этом нашем телеграм-канале подписывайтесь, пожалуйста, и вышлю ссылочку обязательно вам. И вот этот вопрос я прямо сейчас хотел бы задать, но сначала хочу дать срок Гуру Гаше. Елене, будьте, пожалуйста, коротки, потому что мы уже приближаемся ко времени Харе Кришна. Карагаш, вам слово. Харе Кришна, может, Лене сначала, Лене, по-моему, первое. Давайте, спасибо, что уступаете, Лена, вам слово, потом вы, Карагаш. Да, Харе Кришна, да, я коротко скажу, спасибо большое. Вот здесь вот в комментарии, в этом стихе, также прослеживается то, что, когда Шрила Прабхупада говорил из прошлого про ту же самую доброту, что вот мудрецы, они очень радуются за Махараджа Парикшита, что он вот прогрессирует в преданном служении. И как бы такие мудрецы по природе склонны делать добро. Вот про ту доброту, которую мы говорили вчера, доброту, искренность от того, что когда ты делаешь добро сам, ты сам радуешься, и, соответственно, радуется сам Господь Бог. Спасибо большое. Спасибо огромное. Вы знаете, меня Ваша Слава очень отзывает. Спасибо, что сделаете этот акцент, Лена. Кстати, вот я хочу сказать, вот эти педагогические чтения, где выступал Шава Монашвили, вся его семья, еще масса, как сказать, рыцарей гуманной педагогики, название было «Радость», я так удивился, ну, в смысле, радость для детей. Думаю, неужели об этом можно сговорить два дня. И действительно, об этих вот добрых делах, о том, как вообще зажигаются детские сердца, можно говорить «вечно», на самом деле. Вот это вот просто у меня такая связь возникла. Ри Кришна, Кавыргаш, вам слово. Спасибо большое. Я кратко скажу, что в комментарии Прабхупады мы находим ответ на тот вопрос, который вы нам задали в самом начале. То есть здесь видно, что действительно мудрецы склонны делать добро обыкновенному человеку, но когда такие преданные, то их радости нет границ, и они делают все, что в их силах. Вот, вот понимаете, да? То есть они склонны всем добро, но чистым преданным они вообще готовы все сделать. Вот это первый момент. Ну и второй момент, Илья, я не могу промолчать. Спасибо большое. Я хочу сказать, что просто тот ученик Ильи, который снял свечение Гуру Махараджи, это мой сын Маргулан. И я могу это фото скинуть в наш чат, где идет свечение. Я буду очень вам признательна, потому что это действительно будет подтверждение. И Маргулан у вас великолепный. Сын горжусь всем, что у меня есть такой ученик. Спасибо вам большое за это. Харик Кришна. Спасибо за участие в подростковом клубе. Все, спасибо. Спасибо. Дорогие, вот к словам Карлэгаш, не вот ко второй части, а к первой. Я бы хотел задать вам вопрос. Здесь в комментарии есть очень интересный момент. Пожалуйста, я прошу вас поискать ответ. Смотрите, здесь говорится о том, что все неблагоприятное устраняется с пути прогрессирующего преданного. Все неблагоприятное, представляете? То есть фактически мы можем из своей жизни удалить все негативные моменты. Вчера, кстати, был вопрос по поводу кармы, по-моему, да, на одной из лекций. И Гурадев говорил, как в конечном итоге, читая начальника про Бога, сказал, что действительно человек может полностью изменить ее. Ну, так я услышал, но в том плане, что он может пройти через все моменты, которые ему предназначены, его карме, и даже не обратить на них внимания. Может, как сказать, ее не то, чтобы задержать или там смягчить удары, а фактически полностью перестроить всю свою жизнь, да. И вот здесь, смотрите, говорится о том, что все неблагоприятное, может устраниться с пути прогрессирующего преданного. И здесь же в комментарии Шривы Прахупады есть ответ, как мы лично, вот мы можем к своими какими-то действиями, поступками, умонастроением, да, как мы можем этого добиться. Чего? А именно вот этого благословения от старших. Ведь речь идет о том, что вот есть благословение от старших, и именно оно устраняет, как сказать, неблагоприятные все аспекты. У меня вопрос к вам, дорогие, такой. Что мы можем делать, чтобы добиться благословения старших? И давайте, ну, какие-то практические моменты будем упоминать. И чтобы у нас были ответы от разных людей, я надеюсь, сейчас все поймут, о чем идет речь, каждый называет примерно только одну вещь. Кандар Пасундари. Еще раз повторю вопрос, прежде чем передам слово. С пути, с нашего пути, из нашей кармы, из нашей жизни мы можем удалить все неблагоприятное. Это возможно благодаря благословению старших. Как мы можем добиться благословения старших? Харикришна. Следую их наставлениям. Супер, принят ответ. Итак, мы следуем наставлениям старших преданных, таким образом добиваемся их благословения. Надежда, вам слово. Харикришна, я постараюсь быстренько. Вот Парикшит сидел на реке Емуна и Ганга, и говорили, что Емуна в тысячу раз превышает Гангу, а она превышает тем, что она привязывает к Господу. Если сосредоточиваться только на очищении, на самой Ганге, то это как будто бы кармическая деятельность. Но если мы будем привязываться и все свое внимание Емуна в тысячу раз, и оно как бы само растворит. Получается, Господь поможет нам. Вот Харикришна. Харикришна, Надежда, принят ваш ответ. Единственный важный момент, что я бы хотел, чтобы мы сфокусировались именно на том, чтобы получить благословение от старших. Но давайте я попробую это связать, что медитируя на святые места, на проявление верховной личности, Бога, в вот этой святости, мы таким образом можем, как сказать, завоевать сердца старших и получить их благословение. Константин, вам слово. Харикришна. Ну и еще одно условие – это прогрессировать в преданном служении. Тут так четко и написано. Махараджи Парикшит, он двигался постоянно в своем преданном служении, не останавливался. Ну, у Махараджи Парикшита, я думаю, было там очень хорошее и великолепное условие, немножко отличается от наших. Я хотел, чтобы наши ответы были немножко практичны, чтобы кто-то смог принять это для себя, как некий, не то чтобы совет, но как некий образ для подражания. А, Константин, вот как для вас вот этот вот прогресс в преданном служении, что нужно делать? Ну, предание для меня – это не, так скажем, предание – это выход из зоны комфорта. Это постоянное движение в неизвестность, потому что навстречу Господу движение – это движение в неизвестность. Это, конечно, страшно, но нужно выходить постоянно, постоянно выходить из зоны комфорта, двигаться в этот дискомфорт для себя. Услышал вас. Спасибо огромное, Харея Кришна. Я вот смотрю последнее, кто сейчас поднял руку – это Даша. Давайте потихонечку будем вот эту тему закруглять, чтобы понимать, что нам еще нужно будет время на обратную связь. Я, Константин, хочу резюмировать ваши слова. Вот выход из зоны комфорта всегда так звучит очень, ну, как сказать, сильно, да? Особенно учитывая то, что люди, как правило, в сознание Кришны попадают не по шепоту любви, а по совсем другим способам. Когда им говорят, ну, давай теперь еще выходи из зоны комфорта, это, ну, для них очень, может быть, болезненно звучать. И часто, когда за такой вопрос задает Гуру Деву, читающий Анчарам Прабу, он говорит, дорогие, делайте все, что можете, делайте все, что можете, и еще чуть-чуть. И вот тогда, в смысле, вот этими маленькими шажками мы расширяем как раз эту зону ответственности, и наши возможности, и по чуть-чуть, по чуть-чуть мы как бы вот добавляем, и таким образом получаем благословение от старших. Еще раз напоминаю, пожалуйста, руки сейчас не поднимайте, именно вот в плане того, как завоевать благословение от старших. Этот вопрос закончится на Андрее. Каругаш, вам слово, прошу коротко. Харе Кришна, спасибо большое за вопрос. Я думаю, что здесь практично, если подходить, то это распространять знания в соответствии со своей природой и в соответствии с тем вкусом, который у каждого из нас есть. Ну, например, вот мы все объединены в классы Шримадбхагава, там, да, получаем вот этот вкус. И мне кажется, здесь важно наше служение Гавархангапалу рассказывать о наших классах Шримадбхагава. Вот вы, например, ваш талант в фото и видео, да, вы распространяете через свое искусство, у кого-то через йогу. Ну, вот, в общем, у кого в чем вкус и такое вдохновение, вот в той сфере распространять. Харе Кришна. Задействовать свою природу в служении. Спасибо. Харе Кришна. Галина Васлова. Харе Кришна, дорогие преданные, примите мои поклоны, вся слава Шире Прабхупаде. Гавардхангапал Прабу проводит достаточно часто тренинг, который называется «Наука взаимоотношений», и там рассматривает отношения со старшими, с младшими и с равными. И отношения со старшими, и говорится о том, что если мы правильно себя ведем, допустим, как младшие, то мы автоматически получаем благословение старших. А правильное поведение нас, как младших, это уважение, благодарность и доверие к старшим. И вот доверие мы тогда, когда старший квалифицирован, а вот уважение и благодарность мы просто должны испытывать в 100% случаев. И это уважение и благодарность, они должны быть очень-очень явно проявлены, во-первых, в нашем умонастроении, в нашей речи и в поступках. И вот речь очень важна, она должна быть очень щедрая и изобильная. Я все. Насчет речи очень вас поддерживаю. Просто сейчас монтирую лекции очень разных учителей. Обратил внимание, как вот читание «Чарный черпоробой», я на это никогда не обращал раньше внимания, насколько чисто и точно он говорит. Да, он иногда просто так переставляет слова местами, но у нас как, насколько мало вот этих вот пауз, слов-паразитов и так далее. То есть я, Галина, просто хотел добавить к вашему ответу, да, она должна быть чердой, она должна быть, скажем так, от сердца, но в то же время нам нужно всем учиться проповедовать, всем учиться красиво говорить. Харе Кришна. Кира, вам слово. Харе Кришна, всем преданным. Меня слышно? Да, все в порядке. Я бы хотела просто обобщить, потому что было уже сказано про служение, про распространение знаний. Я бы сказала, что любой тип служения, он автоматически рождает благословение. Поэтому вот. Спасибо большое, подрезюмировали. Да, Харе Кришна, спасибо. Я хотел всех остальных попросить, если у вас уже, ну, как бы тот вариант, который был озвучен, пожалуйста, опускайте руку, вы поднимите ее, когда мы будем делиться сегодняшними реализациями. Даша, вам слово. А мне очень откликнулось то, что вчера мы затрагивали тему, когда важность развития личных отношений с преданными. Вот, то есть просто с ними дружить. И уже из этой дружбы рождать совместное какое-то служение. Спасибо. Спасибо, Даша. Я хочу просто сделать акцент на том, что если мы просто будем дружить, ну, в смысле, наслаждаться общением с преданными, что, в принципе, мы умеем хорошо делать вместе, там есть проса, там и так далее, вряд ли об этом даже могут узнать старшие преданные. А вот то, что вы сделали акцент на том, чтобы вместе с ними дружить и сотрудничать в преданном служении, вот это очень как раз действительно принимается нашими учителями. В том плане, что очень часто как раз на лекциях я слышу вопросы относительно того, что ж такое, почему меня так обидели преданные, или почему мне не получается с ними сотрудничать, как это там, вот мою природу не принимают, там и так далее, и так далее, и так далее. Это абсолютно понятно, потому что нас растили такими, как сказать, ну, эгоистами нас растило современное общество. И когда мы оказываемся в ситуации, когда нам нужно сотрудничать, и более того, нам же за это денег не платят, да, мы все это делаем типа на Хариболе, типа мы можем и отказаться, просто выйти. Вот как раз и вот это происходят, вот эти проверки на нашу преданность. И учителя всегда говорят, пожалуйста, сотрудничайте, потому что Кшрива Прахупада в своих завещаниях именно так и сказал, я дал вам все, я дал вам Святое Имя, я дал вам книги, теперь осталось дело за вами. Пожалуйста, сотрудничайте друг с другом, находите возможность сотрудничать. И, Даша, спасибо большое, что именно это упомянули. Я думаю, что именно за это мы и можем получать самые большие благословения от наших учителей. Андрей, вам слово, Харе Кришна. Спасибо, я также хотел про сотрудничество сказать, но немножко добавить еще, все-таки, в чем именно еще сотрудничество выражается. Это в шесть видах преданного служения. Это давать дары, принимать дары, раскрывать сердце, слушать о сокровенном, готовить просад и угощать просадом. То есть это шесть практических методов, когда мы можем выстраивать отношения. Кушать просад – это тоже, оказывается, но… Да-да, один из методов. Но я уже сказал, что это надо делать с прицелом на то, чтобы как-то потом себя проявить. Харе Кришна, дорогие, мы сегодня очень глубоко копнули эту тему. Спасибо огромное за вот эти ваши комментарии. Мне кажется, что вы стали как бы основными авторами. Я тут только был неким проводником, не знаю, насколько удачно у меня это получилось. Давайте попробуем немножко собрать результаты, как это любит делать Варханга Паупрабху. Очень коротко, что вам откликнуло, что вы с собой уносите сегодняшний день и на эти выходные. Кстати, Харе Кришна, поднимайте руки. А Ильмира и Канга Прея, насколько я понимаю? Да, Харе Кришна, дорогие преданные, Илья Прабху. Ну, мне было очень вообще глубоко вот этот момент истинной красоты. Что-то как-то идет из красоты сердца, из красоты души. Как она проявлена в Гуру Махараджи, да, и в преданных, вот, как Илья, спасибо за ваши такие представительные рассказы. Ну, реально, мне кажется, вот эту истинную красоту каждый чувствует. И я сама тоже была, как вы узнаете, на впечатлениях. И у Тарсунова, у Адаритхамы, когда мы бегали вместе с Адаритхамой, другу желали счастья, это было что-то. Ну, это была любовь, любовь, красота, это было счастье. Харе Кришна. Харе Кришна, дорогие. Кстати, хотел бы сказать, что Галахан Гопал Прабоват уехал, и мы сейчас, ну, как сказать, расписали уже все дни, когда мы будем и кто будет подменять его. Просто хочу сказать, что в любом случае вы также можете присоединиться. И если у вас есть, ну, вкус и, как бы, такие навыки, чтобы вести наш класс, в принципе, вы могли бы связаться с нами и каким-то образом, ну, как бы, стать нашей частью команды. Я еще хотел бы передать слово Максиму, нашему, как сказать, незаменимому специалисту по IT-технологиям. Максим с самого начала чтения всегда был с нами на связи, всегда помогал нам. И я очень признателен, как много, ну, как бы, служения он за это время выполнил. Максим, спасибо большое. Именно благодаря вам вот создалась вот эта команда, которая технически сопровождает все наши классы Шрима Бхагава. Максим, вам слово. Паре Кришна, дорогие преданные, примите поклоны. Илья Прабуна, вы, конечно, переборщили с прославлением. На самом деле создавал, как бы, вот весь процесс технически не я и собирал команду не я. Я чуть позже уже присоединился. У нас один преданный этим всем занимался. Так что я вот как-то по парампори принял это служение. Вот. И основное все служение делает вся наша большая команда, дружная. И всем я очень благодарен. А я лишь только, вот как Илья, тоже примерно в такой роли, вот как проводник. Вот. Я хотел сделать небольшое объявление. Мы по-прежнему открыты к тому, чтобы кто-то из вас мог присоединиться к нашей команде. Команда у нас, в принципе, немаленькая. Ну, бывает, у кого-то меняются обстоятельства, ну и как бы меняется степень включенности в служение, да, или возможности какие-то участвовать в служении. Поэтому, если вы хотите присоединиться к нашей команде и вот как в тему сегодняшнего обсуждения, да, через свое служение удовлетворять старших, через практическое служение, через сотрудничество, то вы можете присоединиться к нашей команде. Я сейчас скину в наш чат Telegram объявление, где будет мой контакт, можно будет мне написать. Вот. Единственное, ну, не единственное, а несколько моментов, которые нужны для этого. Это нужна, в первую очередь, ваша готовность уделять этому время стабильно, ну, хотя бы один-два раза в неделю, то есть делать какое-то служение, служение само, в принципе, несложное. Это даже не совсем, как бы, про IT-технологии, как вот Илья, правда, сказал, да, то есть немножко проще. Это на уровне, в принципе, пользователя и вот, ну, организатора, скажем так, да, вот администрирование, то есть вот такие процессы. То есть, если у вас, ну, в принципе, навыки уверенного пользователя есть, интернета, персонального компьютера, то всему научим, всему обучим, поможем, как бы, ведем у вас курс дела, вот, и можно будет вместе заниматься вот таким важным практическим служением, поддерживать техническую сторону проведения наших классов. Все, спасибо вам большое за внимание. Спасибо, Максим. Я правильно понял, что будет какое-то объявление, куда обратиться к кому, если у кого-то появится такое стримание? Да, ко мне можно обращаться. Я скидываю сейчас объявление в чат Телеграм, сейчас сюда тоже постараюсь скинуть. Спасибо огромное. Друзья, я хочу сказать, что у администратора, я вот вижу некую параллель, как у фотографа, есть невероятные возможности. То есть вот можно быть таким, знаете, немножко интровертом, как бы, человеком внутренне закрытым, но всегда есть возможность поприсутствовать, поучаствовать в любом мероприятии, в любой точке мира. То есть ты с фотоаппаратом можешь попасть куда угодно. В некотором смысле администраторы тоже являются вот такими хитрыми, как сказать, посетителями тех мест, которые закрыты от обычных людей. Так что присоединяйтесь, пожалуйста, к команде администраторов. Это невероятно нектарное служение. Спасибо огромное, Карагаш. Коротко, пожалуйста, вам последнее слово. Али Кришна, спасибо большое. Максим, рада, что вас видеть, что вот одно дело, когда в чате пишут, присоединяйтесь к команде, и когда такое личное обращение, это сразу как-то сближает, что ли, как-то есть какое-то доверие, как-то есть какой-то интерес. Ну, в общем, спасибо, что вы так сказали это. Илья, вам спасибо огромное за сегодняшний класс. Вы провели его просто от души, и проявилась ваша естественная красота в этом преданном служении, преданности нашим классам и желании провести их вот так, ну, вот от души. Когда это делается от души, все красиво, все просто. Вам, Господь, все благословления старших мудрецов и всех нас с вами. Спасибо вам, Харе Кришна. Спасибо огромное, что вернули. Очень важны эти слова, ваши теплые, очень вдохновляете. И все слова нашим учителям, дорогие. Субтитры сделал DimaTorzok